На этой неделе Брест стал первым городом, который принял проект «Мы – музыкальное будущее страны». Этот уникальный для Беларуси проект, организованный, проводится государственным учреждением «Минсконцерт» в рамках выполнения гранта специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Для начинающих артистов это прекрасная возможность продемонстрировать свои творческие достижения и высокий уровень исполнительства на большой сцене. Проект называется «Мы – музыкальное будущее страны». В проекте принимают учащиеся детских школ искусств города Минска. И в данном случае мы находимся в городе Бресте и принимают участие учащиеся детских школ Брестской области. Мы рады, что мы можем предоставить им возможность на более широкую аудиторию в рамках нашей страны представить их талант и творчество. А самим ребятам подарить такую уникальную возможность выступить в качестве солистов Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь имени Михаила Яковлевича Финберга. В концерте участие приняли не просто творческие мальчишки и девчонки, это лауреаты городских и республиканских конкурсов и фестивалей, обладатели стипендий специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Отрадно, что среди них есть учащиеся пятого класса детской музыкальной школы при колледже Ширмы Даниэль Плеско. Мальчик не видит свою жизнь без музыки. Участие в этом проекте воспринимает как признание своего таланта и музыкальный рост. Я играю на велончели, выбрал я его, потому что я в 4 года или в 3 начал, вот у нас дома было фортепиано, и я вообще решил музыкой заниматься, потому что было фортепиано, и я там нажимал на ноты, пытался что-то спеть, и поэтому папа меня решил отдать на музыку. Я считаю, что этот концерт это моя новая ступень. Для меня это многое значит, потому что это как бы мой, можно сказать, первый такой большой концерт. Мне сначала очень, я не знала, что такое музыка, но потом я, у меня папа музыкант, и я пошла от него, и я уже как 5 лет занимаюсь на инструменте. Мне сначала было страшно туда сюда ехать, но потом я взяла себя в руки, и все нормально уже стало. Я собой горжусь, я мечтала в оркестре побывать и сыграть с оркестром. В Бресте концертная программа была настолько яркой и атмосферной, что завораживала буквально с первых аккордов. Юные артисты играли на саксофоне из клипки, виолончели и баяне, фортепиано и других музыкальных инструментах, а также демонстрировали свои вокальные данные. Но прежде чем включиться в проект и стать участниками большого концерта, они прошли серьезное прослушивание. А значит, что оказались здесь не просто так. Они это место заслужили. Очень порадовали, конечно, участники Брестской области. Это город Лунинец, это Пинск, это Брест непосредственно. Талантливые дети тоже действительно. Такой проект можно делать с каждой областью отдельно, потому что в костяк нашего проекта это дети столицы, дети города Минска. Они в большом преимуществом большинстве занимают место этого проекта. Но тем не менее, нам очень приятно, что области регионы отозвались и предоставили тоже своих юных талантливых детей, которые примут участие тоже. Интерес этого проекта в том, что на одной сцене и в одной концертной программе в программе соединяются профессионалы, которые сидят на сцене оркестра, и юные музыканты, которые еще не профессионалы. Они видят, куда им равняться, они видят, что их ждет в будущем. То есть вот этот трамплин «Мы – музыкальное будущее страны», они действительно наше будущее. Эстафету проекта «Мы – музыкальное будущее страны» от приграничного Бреста, примет Новополоцка. Финал проекта будет по-настоящему фееричным. Он завершится в городе Минске большим галоконцертом. АПЛОДИСМЕНТЫ